И уже на следующей неделе состоится одно из главных мировых событий этого лета. Саммит стран большой двадцатки в немецком Гамбурге. Впервые за последние годы встреча в таком формате привлекает к себе внимание еще за несколько недель до ее начала. За эти два дня в Гамбурге окончательно определится очень многое в глобальной политике. Например, сможет ли Европа выступать единым фронтом во внешней политике? И договорится ли Дональд Трамп хоть о чем-то с Владимиром Путиным? К их встрече уже давно готовятся и в Америке, и в России. Сейчас на связи со студией подробностей недели наш немецкий корреспондент Татьяна Лагунова, которой предстоит освещать грядущий саммит. Узнаем у нее, а есть ли шансы, что и украинская тематика будет обсуждаться в Гамбурге. Таня, я тебя приветствую. Скажи, чего ждут от двадцатки в Европе? И вот по прогнозам, тема Украины может стать одной из топовых в дискуссиях мировых лидеров? Да, Алексей формально саммит большой двадцатки стартует ровно через неделю в немецком Гамбурге. Но по сути он уже начался здесь, в Берлине и в довольно необычном формате. Накануне Ангела Меркель пригласила на так называемые подготовительные к саммиту переговоры европейских лидеров. А именно президента Франции, премьеров Испании, Италии, Британии, Нидерландов, Норвегии, а также президентов Европейского совета и Еврокомиссии. Просто так канцлер Германии ничего не делает. И эта встреча была своего рода демонстрацией. Европа теперь рассчитывает только на себя и готова выступить на саммите большой двадцатки единым фронтом. Например, продолжить реализацию Парижского соглашения по климату, несмотря на позицию США, которые грозят выйти из этого соглашения, хотя его готовы выполнить практически все страны мира, кроме таких, как Северная Корея или Сирия. С одной стороны, мы и дальше выступаем за Парижское соглашение, но с другой, мы готовы искать общие решения. Поэтому сегодня я бы не хотела спекулировать на такой непростой теме, как климат. Нужно искать выход. Да, Ангела полностью права. Изолировать страну нецелесообразно. США и президент Трамп были предельно ясны, и мы сразу же сказали, что не разделяем эту позицию. Но все же важно вести общую дискуссию. Вести дискуссию в Гамбурге, впрочем, будет непросто. Это Дональд Трамп, Владимир Путин, Раджеп Таип, Эрдоган. В Гамбург едут сразу несколько лидеров, с которыми у Европы очень непростые отношения. В адрес Вашингтона Ангела Меркель еще после саммита Большой Семерки заявила, на США больше не рассчитываем. Против Москвы Евросоюз на днях продлил санкции. Но Эрдогану власти Германии отказали в проведении мероприятия в Гамбурге. Президент Турции хотел выступить там перед своими сторонниками. Мы открытая страна, но мы не хотим, чтобы наших жителей вмешивали во внутренние политические конфликты другого государства. Для нас, проживающие в Германии турки, часть общества, наши граждане. Независимо от того, есть ли у них немецкий паспорт. Что касается главных тем саммита, то здесь набор традиционный климат, миграционный кризис, борьба с терроризмом и помощь странам Африки. Украинского вопроса в официальной повестке нет, но его явно будут обсуждать на полях саммита. Ведь в последнее время и Германия, и Франция, и Украина не раз заявляли, нормандскому процессу нужно дать новый импульс и ускорить реализацию минских соглашений. Хотя бы, наконец-то, составить дорожную карту по выполнению пакета и провести встречу лидеров квартета. Так что и Меркель, и Макрон явно поднимут все эти вопросы в беседах с Владимиром Путиным. Не исключено также, что ситуацию на Донбассе обсудят и президенты России и США. Кстати, накануне появилась информация, что они таки встретятся на полях саммита большой двадцатки. Алексей? Спасибо, Таня. Наш корреспондент Германии Татьяна Лагунова была на связи со студией. Кстати, в следующую пятницу именно от нее будем ждать отчет в эфире о первом дне саммита, но уже из Гамбурга. Продолжение следует...